Новое видео выходит каждый день в 20.00. Подумать только, ещё каких-то 10 лет назад канал The Dance Semen 2 выглядел совсем иначе. Будто им никто не занимался, да ещё и вход был платный. А сейчас помимо роликов каждый день в 20.00, он ещё и лайкает некоторые комментарии у себя под видеороликами. И я думаю, что Собянин привнёс неплохой вклад в создание вот данного канала The Dance Semen 2. Ну ладно, а теперь, после такого маленького ликбеза, давайте уже начнём в самом деле рассказывать тему данного видеоролика. Все вы, наверное, знаете такой проект, как Diamond Roleplay. И, наверное, многие из вас знают такого человека, хотя человеком его называть достаточно сложно. Многие из вас знают такого наркомана, такого кокаиниста, как Николай Соболев. Человек, то есть уже вообще охуе, он старчался, блять, наверное, хуже Сансета. Хотя тут ещё надо посмотреть, то есть кто хуже. То есть Николай Соболев или Сансет, это в самом деле, то есть уже странно. Вот нужно вот так вот сесть, подумать, Сансет, Николай Соболев, все наркотики мира, только кокаин, там кокаин какой-то. В общем, достаточно сложно сказать однозначно, кто из них хуже. Однако Сансет мало кого кидал. То есть он, конечно же, там кидал, все мы это знаем. Кидал и за губу, и под губу, и в вену. И не только Николай Соболев кидал, только в нос. Но также Николай Соболев кинул одного из основателей, там, или ещё каких-то людей с Diamond Trolley Play на целых 50 тысяч рублей. В 2000 каком-то там году, вот, когда начался вот этот весь хайп с Шуригиной, вот с этой вот, ну вы знаете, вот с этой девочкой, из которой Николай Соболев вдруг, мало ли, поднялся и так далее и тому подобное. В общем, не особо важно. Так вот, в том вот году, когда у Николая Соболева ещё было 300 тысяч подписчиков, вот этот вот самый основатель, там, PR-менеджер или ещё кто-то, заказал рекламу, вот, Diamond Trolley Play у Николая Соболева. И, вы знаете, Николай Соболев до сих пор не выпустил, то есть, не выполнил какие-то свои рекламные обязательства и так далее, до сих пор не выпустил какой-либо ролик про Diamond Trolley Play, ну, оно и понятно, то есть, он очень сильно занят, то есть, потреблением кокаина через свои две ноздри, возможно, там, уже не только через ноздри пошло. Я не вдаюсь вот в эти вот всякие подробности, вот, понимаете, не нужно вот сейчас думать о каких-то наркотиках и так далее, хоть я и называю их, название, ни в коем случае нужно думать о наркотиках. Просто не думайте, синтезируйте, но не думайте, понимаете, то есть, в самом деле, не нужно, не нужно думать о наркотиках. Наркотики, это плохо, я против наркотиков, ну, понимаете, наверное, я абсолютно против наркотиков. Так вот, Николай Соболев взял деньги у вот этого вот человека, связанного с Diamond, и никак не выполнил свои долговые обязательства. И не так давно у Николая Соболева, то есть, попросили, «Слушай, Коленька, Колюся, добрый день, добрый вечер, хай, хай, а помнишь, я тебе заплатил лавешку, а мы таки, то есть, ничего не сделали, там у тебя были какие-то дела и так далее, ты был занят потреблением кокаина, да и не только, и там с попошей еще расстался не так давно». Это не особо важно, извиняюсь, что я выхожу в какие-то, знаете, такие подробности, в такие вот крайности по типу того, что Николай Соболев, в общем, я думаю, что это не важно. Так вот, данный пиар-менеджер или, да, в общем, человек, связанный как-то с Diamond, написал Николаю Соболеву по поводу всего этого, мол, «Слушай, ну, а сколько у тебя тогда там, не знаю, рекламные сторис в Инстаграме стоишь, чтобы ты прорекламил мой Инстаграм?» Николай Соболев говорит, «Слушай, ну, где-то тысяч семьдесят рублей, но для тебя, как для своего, знаете, друга, как для своего братишки кокаиного, так сказать, собутыльника по кокаину, или как так это можно сказать, содорожника, содорожника, то есть инспектор ГИБДД, можно так сказать, тебе могу сделать скидку 50%, он такой, вот этот вот человек, связанный с Diamond, я до сих пор не понял, кто это, я Ярослав Брулёв, я не должен ничего понимать, он такой, типа, «Угу, надо бы подумать, а, слушай, так я же тебе заплатил 50 рублей, там, 50 тысяч рублей за ролик, там, на сервере или так далее, а ты таки, то есть за интеграцию или ещё за что-то, а ты таки, то есть её не выполнил, поэтому давай, ты сейчас прорекламишь мой инстаграм, и всё, и просто на этом забудемся, то есть ничего у тебя не будет для тебя, там, 15 секунд вот это в стори сказать, подписывайтесь на чувака, возможно, даже меньше 15 секунд, и всё, и то есть никаких долгов у тебя нету». И вы знаете, Коля Соболев перестал отвечать, видимо, он подумал, «Дай, мам, да, кокаина, ой, подвисла Полина, и вот тогда, то есть ушёл занюхивать реально кокаин». То есть, я вам говорю, с данным человеком вообще какие-то дела иметь абсолютно нельзя, я не знаю, как у него до сих пор заказывают какую-то, вот, знаете, рекламу, рекламной интеграции, так вот, это ужасно, блядь, человек реально старчался уже на своём кокаине, я не, я просто, я не понимаю, как-то двумя ноздрями у жених уже, даже вот когда в Питере приходишь вот отсняться на фоне вот этой кирпичной стены, она воняет, кокаин, она пропитана, блядь, уже вся вот этим вот кокаином от Николая Соболева. И то есть, что тут можно сказать, естественно, вот этот вот человек от Diamond Roleplay, он не мог знать, что Николай Соболев, казалось бы, такой хороший, такой, то есть неравнодушный человек, который призывает всех не быть равнодушным, он не мог знать, что, как бы, Николай Соболев сидит на кокаине, пока вот именно Стаса и как просто с канала Max Power, вернее, просто Max Power, то есть это разные люди, на самом деле, это Стаса и как просто, а и как просто два на английском, Max Power, уютный стрим и Стаса, это всё разные люди. Да, немного похожи там голоса, внешность немного у них похожа, однако, ну, что ж поделать, что ж поделать. Вот, и вы знаете, то есть, я вот просто не понимаю, да, чуваки с Даем, вы совершили большой ошибок Аризона, Аризону, видимо, вообще принесло, я не знаю, то есть нужно вот как-то связаться со Станиславом, сказать вообще, как проходили съёмки Николая Соболева, потому что это реально сложно, то есть, наверное, его держали на поводке, то есть, и манили его дозой, и говорит, давай сейчас доснимешь, а мы тебе дозу вот так вот дорожку посыпем, а ты её занюхаешь. Я просто, я в самом деле не могу понять, ребят, то есть, как такое вообще может происходить? Кокаинисту дают 50 тысяч рублей, это как так? Наверное, после этих 50 тысяч рублей он и стал кокаинистом. То есть, я вам говорю, деньги, людей, да, добра, да вот человек был порядочный, казалось бы, нарциссизм, вот это вот бицепс, вот это мальчик Паша Бицепс, вот это вот так далее, как пел тоже один наркоман Дмитрий Ларин, но Соболев это в самом деле кокаинист, то есть, если Ларин там ещё, он как-то не доказан, да, то Соболев кокаинист с вероятностью, то есть, там, 99,9%, потому что у Стаса, и как просто у него такие профы, в его видеоролике, вот этом, типа, Соболев кокаинист, что прям, я тебе говорю, это ощущение на кончиках пальцев, вот, как у Николая Соболева, ощущение на кончиках ноздрей, вот так же ощущение на кончиках пальцев, вот это вот, то есть, я не знаю, вот, то есть, я даже не знаю, что можно посоветовать людям с Даймон, вот этому человеку, который заплатил, в самом деле, 50 тысяч рублей Николая Соболева за рекламу Даймонда, и так, то есть, он даже рекламу в сторис не выпустил, вот этот Николай Соболев кокаинист, понимаете, то есть, я просто не знаю, агентство Wild Jam вообще молчит, они походу в своём вот в этом агентстве, они реально кокаинистов каких-то воспитывают, я не знаю, все вот, кто связался с этим агентством, всё, это сразу все, то есть, отлетели уже, Тимур Сидельников, там, все вот, кто там есть, там, наверное, все наркоманы, то есть, я утверждать, опять же, ничего не буду, если, мало ли, Стаса и как, про, извиняюсь, Макс Павер выпустит ролик о том, что там, все люди из агентства Wild Jam, то есть, наркоманы, кокаинисты, тогда да, тогда да, Стаса, в самом деле, проверенный источник, которому, в самом деле, можно доверять, можно довериться по абсолютно любому поводу, как мне кажется, и то есть, Даймонд Ролиплей, мне крайне жалко ваши деньги, более мне жалко, то есть, Николая Соболева, который вот на эти вот 50 тысяч рублей вашу, купил себе несколько грамм кокаина и занюхался, то есть, рано или поздно, вот эти вот наркотики все, то есть, они до добра, тем более кокаин, вы знаете, что такое кокаин вообще, то есть, ой, ладно, ладно, то есть, вот даже рекламные заказы у Николая Соболева, вот вы знаете, в последнее время были такой, то есть, там, Пепси, так, наверное, то есть, Николай Соболев в Пепси искал вот кокаин, как в Кока-Коле, однако, не нашел, к сожалению, либо к счастью, либо к сожалению, я не знаю, и решил наебывать GTA-самп-сервера вот на бабки, таким образом, чтобы купить себе вот этот вот самый кокаин, и то есть, наебал вот Diamond Roller Play на 50 тысяч рублей, чуваки, вот все, я не знаю, GTA-самп-сервера, ни в коем случае не заказывайте у данного наркомана, у данного кокаиниста абсолютно ничего, то есть, спиздит ваши деньги и все, и вы больше никак не отвертитесь от этого, то есть, все, я, у меня нет слов, я записываю без цен, у меня просто нет, я как узнал, то есть, новость была еще от 21 марта в журнале, который я не буду назвать, потому что журнал полный зашквар, мне кажется, лучше, блять, быть ебучим кокаинистом, чем прославиться и стать вот этим вот журналом, который я не буду называть в данном видеоролике. О, господи, я, я прям, ребят, я, я просто, у меня дрожит голос, дрожат тремор рук, как вы можете знать, тремор рук у меня, я, я, я просто, я, я вот не знаю, как так возможно вообще, чтобы, ну, ну, ладно, там, кокаинисты, какая нам должна быть разница, казалось бы, да, а тут все, нам уже теперь большая разница, потому что вот данный кокаинист, это все, то есть, это сейчас он наебал Даймонд Ролли, вернее, не сейчас, он когда-то давно наебал Даймонд Ролли Плей, а потом он наебет вашу бабушку, да, то есть, будет стоять у Сбербанка, отнимать у них пенсии на кокаин, будет рассказывать, о, а вы знаете, как пройти в парк Горикова, который за последние 10 лет, кстати, неплохо преобразился, ммм, ммм, не знаю, и вот отнимет у них всю пенсию по дороге туда и просто убьет их, в самом деле, ой, я, я, я просто не, господи, ой, ой, я, я не знаю, что делать, это, это ужасно, кокаин это, в самом деле, ужасно, уже, ужаснее только, наверное, санцет какой-нибудь с тремором рук, который прям уже все наркотики там юзает, там и кокаин, и все, что только вас, лидокаин, мифедрол, мифедолор, блять, я не знаю, все, что угодно, ладно, друзья, в общем, мораль сего ролика такова, не платите кокаинистам за отдельные ролики на GTA сам серверах, это в самом деле кончится достаточно плохо и достаточно плачевно, они просто купят кокаин на ваши деньги с рекламы, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока.